всем привет с вами ванок и сегодня на повестке дня у нас еще одна модификация для бана лорда под названием the land of sika онлайн я думаю вы понимаете что слово онлайн означает онлайн то есть мод который будет погружать вас в многопользовательские сражения в взаимодействие между игроками ну то есть в то что в бана лорде по факту практически мертво хорошее начало да скажете вы но на самом деле все таки надо сначала разобраться что именно себя представляет данный проект а представляет он из себя что-то в духе бана лорд онлайн если помните такой проект он родился еще чуть ли не на заре раннего доступа в его автор по факту разработал уникальную концепцию разработал еще и механизм взаимодействие игроков когда еще даже не было самих выделенных серверов и позволил реализовать то что многие ждали то есть кооперативную кампанию в рамках мартенблейда не совсем в том виде в котором некоторые хотели но тем не менее он организовал довольно интересную структуру и вот сик это по сути развитие идеи того самого бана лорда онлайна в том же духе в том же направлении но своими нюансами начнем мы наверное с того что по факту вообще за лантов сик это некотором роде форк от изначально одиночные модификации которая предлагала нам довольно интересную кампанию сюжетом причем сюжет там был очень неплохо так подан опять же на самом деле в некотором смысле можно было сказать что это был первопроходец который до сих пор не перекрыт другими проектами именно в части вот этой самой сюжетной составляющей тогда тот мод нам предлагал довольно интересную карту интересные сеттинги ну и прочее 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 ну а за то всех это ну скажем так некоторое пересмысление то что оригинальный тот самый мод он в итоге был заброшен не стала развиваться компания не продолжилась но а сейчас то ли просто взяли за стволу какое-то название какие-то опленные наработки то ли те же авторы решили по-другому взглянуть на свой проект но в итоге родился вот этот самый зато сика проект при этом при всем сразу скажу находится на раннем этапе развития даже карта на самом деле еще очень маленькая и только-только начали разработчики ее пытаться расширить много чего еще предстоит сделать если конечно будет сделано ну и ко всему прочему надо еще и отметить что у данного мода имеется свой собственный лаунчер это самый лаунчер качает в виде экзешник устанавливается вашу систему потом что-то там качает устанавливает ну в общем я решил специально для вас это все дело проверить насколько она работоспособна сколько это не обманкой не содержит каких-то там вирусов и скажу вам честно на самом деле ничего страшного в этом нет ну чё проголосовал я на выборах президента сша за си цзинь пиня и в общем то больше ничего пока что здесь странного не увидел в этом роде даже удобно потому что вот там автоматически подгружается до нужной версии он поддерживает самый лаунчер загрузку как и стима так и с эпиком я честно говоря не знаю кто играет из эпика в банн лорд потому что это на мой взгляд отдельное извращение ввиду того что там и стим варшопа нету и свои какие-то ограничения но допустим если вы в эпике эту игру купили то пожалуйста лаунчер позволяет и из него игру автоматически запускать что касается собственно геймплея то как я уже сказал это банн лорд онлайн кто с ним не знаком я немножечко обрисую схему у нас есть глобальная карта в данном случае это пока что не особенно большой огрызок и самый огрызок он будет в будущем расширен сейчас когда я готовлю материал для видеоролика разработчики только обещают выпустить обновление возможно она уже будет выпущена к моменту выхода видео но пока что карта не особенно большая и представляет собой ну скажем так некоторые наметки наработки для будущего проекта с какими-то базовыми структурами а в чем геймплей заключается опять же спросите вы отключается в том что мы попадаем на карту где бегаем не только мы но и другие игроки соответственно паузу здесь нет все происходит в реальном времени и вы можете наблюдать бегающих других игроков как на глобалке так и в поселениях взаимодействия как таково покажется не так много я вот обратил внимание что даже вступиться в сражение на стороне другого игрока нельзя хотя как раз баннлорд онлайн это как раз это было особенно пока что пвп не развита только в будущем я так понимаю оно особенно появится более-менее развитое то есть будут и сражения за замки и какие-то там противостояния фракции но пока что это ну чисто такая вот по сути матер блейд где вы бегаете сражаетесь с лутерами только в онлайн и соответственно в рамках этих самых сражений у вас есть что у вас есть ваш персонаж классический у вас есть отряд экипировка все это прокачивается все это улучшается ряд интерфейсов в игре был изменен в том числе изменен и экран прокачки и появились некоторые изменения в плане получения лута ну и само собой в плане ваших основных целей потому что здесь у вас уже не песочница которая предлагает вам возможность стать повелителем местного мира а просто вы очередной лорд среди многих других и вам просто нужно постепенно планомерно развиваться прокачиваться и прокачка соответственно достаточно долгая нудная отчасти и даже я бы сказал рутинная может быть для кого-то это наоборот будет положительным элементом потому что это с одной стороны такая вот как раз классическая схема развития матом дэйди с другой стороны и здесь у вас есть мультиплеер и мультиплеер не чисто зашел побегал посражался а ваш персонаж постоянно растет постоянно улучшается у него характеристики растут и вы постепенно становитесь самым крутым игроком на сервии ну или не становитесь соответственно у вас есть опленные задачи вы рубите местных лутеров получаете с них лут получаете опыт и золото заходите в города там занимаетесь всякими улучшениями есть расширенный крафт то есть не только оружие но и другие предметы можно здесь создавать создаются они здесь из рецептов то есть сначала это самый рецепт одноразовый купить после чего вы можете скрафтить соответствующий предмет из нужных ресурсов ресурсы либо добываются либо покупаются здесь есть как минимум рубка леса также я так понимаю здесь можно заниматься животноводством сельским хозяйством я правда этот элемент особенно не запилового процессе ознакомления с модом но он здесь есть и здесь само собой и более классические схемы с приобретением экипировки через магазин магазин здесь опять же есть разные где-то можно купить оружие где-то броню где-то здесь просто можно общие ресурсы покупать в теории можно сюда добавить еще какой-нибудь там общий рынок ну или допустим аукцион которым игроки смогут обмениваться предметами между собой но опять же этого пока что я не заметил чисто в плане вообще текущих вызовов которые данная мод может дать это ну само собой сражение местные боты они представлено не особенно вариативно то есть это по сути просто обычные бандиты но бандиты в общем то могут иногда те хорошо так нападать ввиду того что во первых они стакуются в рамках сражения причем стакуются они просто как мы привыкли в синглплеере а ввиду того что здесь у нас именно что онлайн ты начинаешь битву у тебя до начала битвы проходит несколько секунд и за эти секунды окружающие лутеры могут подтянуться к сражению то есть начинаешь битву с одним отрядом бац смотришь а противника стало раза ну там в четыре например больше это уже само собой совершенно другая сложность ну и плюс стоит отметить что эти самые лутеры они неплохо так могут нападать главного героя то есть они очень эффективно твою лошадь выстегивают неплохо в ближнем бою сражаются но и твои солдаты в принципе могут много чего им противопоставить потому что опять же здесь есть прокачка типичная твоих солдат здесь у тебя есть возможность и лучников все прокачать и кавалерий и тому подобное плюс здесь даже можно выбирать фракцию но пока что этот самый выбор он вообще ни на что не влияет то есть в теории какие-то бонусы должен давать но в рамках текущего процесса это никак не раскрыта деталь из того что на мой взгляд могло быть очень вкусным и интересным это подземелья которые разработчики обещают но опять же здесь я пока что до этой детали не дошел это можно сказать было мое первое знакомство с данным модом я решил сразу вам рассказать о базовых концепциях не забегая вперед ну иначе на самом деле бы не факт вообще чтобы это видеоролик вышел потому что слишком уж много времени на это бы ушло но тем не менее подземелья обещают подземелья возможно станут достаточно интересной составляющей данной модификации как и наверное расширение карты потому что ну тот же бонус онлайн он конечно приколен но он проходил на сандартной карте кальраде и в этом плане ну несколько он был заезжен ну по крайней мере был скажем так несколько вторичен хотя называть его вторичным это несколько кощунственно звучит но в любом случае сик онлайн это сейчас чисто такой вот наметок как грызок который в теории может стать чем-то интересным в теории он будет развиваться ну а пока что чисто на интересные какие-то механики на нестандартной реализации базовых фич и бенлорда посмотреть ну и просто поиграть покачать своего персонажа тоже вполне можно в общем не самый плохой мод по крайней мере здесь у нас раскрывается возможности движка возможности инструментов разработчика модификации и это показывает нам что все таки хоть и турки конечно много чего захвейли но по крайней мере дали возможность потенциально создавать вот такие вот интересные проекты и в будущем возможно сик онлайн вылиться во что-то большее нежели просто такой вот непонятный проект исключительно для фарма очков чего-то там в общем постараюсь вам пообещать в будущем на этот проект еще раз взглянуть уже с точки зрения каких-то более расширенных элементов если конечно опять же он будет развиваться ну на этом все с вами был Ванок спасибо за просмотр данного видеоролика не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии и всем удачи удачи а а а а Продолжение следует...